Законы жизни для достижения процветания, успеха и счастья в моей жизни – мои первые шаги. Здравствуйте, добро пожаловать на Total History, ваш канал об истории и культуре. Для достижения наилучших результатов используйте наушники. Сегодня я представляю вам свои размышления на тему «Законы жизни для достижения процветания, успеха и счастья в моей жизни – мои первые шаги». Вы можете слушать его во время прогулки, занятий спортом, поездки в метро, автобусе или просто сидя, закрыв глаза, медитируя или наслаждаясь содержанием. Важное замечание – это видео смонтировано в режиме черного экрана, так что если вы захотите использовать его как средство медитации, то сможете делать это полностью в темноте. Я понимаю, что содержание, которое вы сейчас услышите, является сложным, но оно призвано помочь вам увидеть новые перспективы развития в вашей жизни или жизни. Вы можете прослушать его столько раз, сколько захотите, чтобы понять глубину и суть послания. В этом академически строгом размышлении вы узнаете, как начать свой путь к успеху, процветанию и счастью через собственную ментальную проекцию в путешествии мудрости, в котором вы будете главным героем. Чтобы сделать это возможным, вы сначала подготовите свой разум к глубокому, продолжительному и всестороннему обучению, давая возможность своему мозгу раскрыть свой максимальный потенциал для понимания. В ходе этого путешествия визуализации вы получите доступ к своему подсознанию, чтобы развить условия, необходимые для достижения состояния максимального обучения, глядя на себя и свои текущие обстоятельства, чтобы трансцендировать в успешного, изобильного и счастливого человека, которым вы хотите быть. Чтобы начать свое собственное путешествие по своему внутреннему Я, в котором вы являетесь главным героем, вы должны понять, что ваш мозг не отличает воображаемое событие от реального и что опыт, который вы собираетесь пережить, будет для вас реальным опытом. Вы строитель, мастер, волшебник, гений, творец. Давайте начнем. Успокойтесь, сделайте вдох, отбросьте стресс и проблемы вокруг вас, расслабьтесь и внимательно слушайте. Для начала подумайте о том, что сегодняшний день, это не просто еще один день вашей жизни или просто еще один день вашей жизни, в зависимости от того, как вы его видите или как вы хотите его считать, ваша жизнь, которая одна, которая на всю жизнь и которая принадлежит только вам, есть не что иное, как сумма всех дней, которые вы прожили в своей жизни. Позвольте мне с этого момента, насколько это возможно, говорить от первого лица, потому что с этого момента эти размышления предназначены только для вас. Поэтому я больше не спрашиваю себя с неуверенностью, на расстояние внешнего по отношению ко мне существа, как пройдет мой день. Ну, мой день сегодня, и завтра, и каждый день будет таким, каким я хочу его видеть, потому что я контролирую свою жизнь, главным героем которой являюсь я, и потому что моя жизнь – моя. Она настолько моя, что это единственное, что действительно принадлежит мне в жизни. Поэтому мне нет необходимости чувствовать себя разочарованным, угнетенным или преуменьшенным кем-либо или чем-либо. В этом размышлении я буду говорить исключительно о печали, которая исходит от материального, от мирского, от того, что мы считаем важным, но не сравниваем с тем, что действительно важно, ибо единственное, что важно – это жизнь. По словам Боэция, тот, кто хочет помнить о своей легкости, и я поясняю термин «легкость» в том смысле, что он относится к вопросам, не имеющим большого веса, к действиям, происходящим от непостоянства, которые заставляют нас легко менять свои мысли из-за хрупкости слабых опор для важных и фундаментальных вещей, что в итоге порождает нас ошибочно придавать значение тому, что менее важно, как важному. Что ж, сказал Боэций, тот, кто вспомнит об их легкости, поймет печальный результат удовольствий. Если бы они могли обеспечить счастье, ничто не мешало бы благословить зверей. Конец цитаты. Поэтому печаль и страдания, которые исходят от материального или концептуального, как искусственной конструкции, в нашем уме, не являются чем-то естественным, потому что это изменение естественного состояния чувства радости, счастья, благодарности за жизнь. И, я понимаю, что печаль неестественна, поскольку, если под привязанностью понимать то, что способно воздействовать, изменять качество чего-то другого, как, например, белое, независимо от количества, оно изменяет черное, тепло также изменяет холод, зависть изменяет любовь и так далее. Таким образом, акт ощущения печали, разочарования, несчастья и других горестей является изменением естественного состояния моего счастья, поскольку я, как человеческое существо по своей природе, стремлюсь к бесконечности хороших вещей, то есть стремлюсь к бесконечному счастью. Таким образом, печаль и уныние сами по себе являются не более чем привязанностью, которая изменяет или меняет мое естественное состояние счастья, не забывая при этом, что это негативное состояние является плодом моего решения, в глубине души чувствовать себя таким образом, потому что я понимаю, что то, что мне действительно нужно и чего я жажду, это успех, хорошие здоровье, процветание и радость в жизни. Следую параметру, по которому человек понимается как существо, стремящееся к бесконечности в своей жажде знать, знать все больше и больше, потому что чем больше он знает, тем больше он хочет знать, я понимаю, что чем больше я знаю о счастье, тем больше я буду хотеть его, чем больше я знаю об успехе, тем больше я буду хотеть его, чем больше я знаю о добре, тем больше я буду стремиться к нему, как это происходит со всеми теми вещами, которые присущи мне как человеку по природе, потому что никто не любит то, чего он не знает. И вот я сразу понимаю, что первый шаг к достижению процветания, успеха, счастья, это осознание того, что я знаю, что я знаю, не академическое или формальное понятие терминов, а ощущение себя тем, чего я намерен достичь. Именно с этой точки зрения, естественным, простым, автоматическим способом, я вывожу, что и успех, и счастье являются естественными условиями человечества, доказано, что здоровее и легче улыбаться, чем хмуриться, хотя верно, что привычка, затянутая плохими привычками думать и действовать в неестественном смысле в нашем существе, включая негатива, становится состоянием, во многих случаях серьезным, точно так же, как неправильная манера сидеть, ставшая привычкой, влияет на позвоночник. Или способ держать музыкальный инструмент, который может показаться проще, чем правильный способ, потому что мы привыкли к нему, помешает нам достичь максимальной производительности самого инструмента, а также совершенства музыкального произведения, задуманного для исполнения на нем, потому что правильный способ всегда будет самым простым, и, несомненно, приведет меня от посредственности к возвышенному. Поэтому, если правильным является то, что свободно от ошибок или недостатков, то для меня неправильно принимать меньшие за большие, поэтому я принимаю отныне, что я, существо, полное жизни, полное здоровье, полное успеха, полное процветание и полное счастье, потому что это так, потому что я хочу этого, потому что это должно быть так, потому что это естественная вещь во мне. Я не буду плодом дурных привычек, приобретенных сознательно или бессознательно, которые порождают во мне, если они уже сделали это, чувство неудовлетворенности, которое скрывается в видимости удовлетворения меньшим, чем я заслуживаю. Поэтому я считаю, что я могу иметь процветание, благополучие и благосостояние, независимо от того, каковы мои нынешние обстоятельства, и что я могу наслаждаться хорошим здоровьем и физической формой, и что я могу иметь счастливую жизнь, которую я хочу, потому что я этого заслуживаю. И именно в этот момент я спрашиваю себя, чем я заслужил это, заслужил ли я то, что заслужил. И я отвечаю себе. Я не заслуживаю того, что пытаюсь заслужить, то есть я не заслуживаю того, что хочу заслужить, или тех усилий, которые я прилагаю, чтобы заслужить это, потому что количество заслуг находится в интенсивности моих действий, моих поступков, моих деяний, таким образом, что я понимаю это, когда я способен преобразовать намерение в желание, усилий заслужить, я заслуживаю того, чего заслуживаю, в акте заслуживания, то это будет момент, когда я заслужу то, чего заслуживаю, потому что акт заслуживания, или заслуживание в акте, а не в потенциале, предполагает действие, которому будет соответствовать реакция равной силы и интенсивности на это действие. В этом смысле я способен подняться на уровень, где я признаю, что помимо того, что я заслуживаю своими действиями, я также заслуживаю по принципу заслуживания, так что, подобно тому, как я говорю, используя способность речи, я заслуживаю, используя способность осуществления моих хороших добродетелей и хороших привычек, которые в конечном итоге станут хорошими поступками, оказывающими влияние, и мое заслуживание будет такого же размера, как и мои действия. Поэтому верьте, чувствуйте, живите и действуйте достойно того, чего вы заслуживаете. И в этот момент я задумываюсь о хорошем собственном доме, моем, по душе. Дом, который я представляю в деталях. А что, если я сейчас подумаю, что заслуживаю еще лучшего, и представлю себе это? Без страха, без барьеров, препятствующих большому или роскошному. Потому что этот дом, тот, которого я действительно заслуживаю. Если бы вас спросили, какой автомобиль вам нравится? Автоматически ваше воображение, плод восприятия реальности, достигший вашего интеллекта, немедленно представит вам автомобиль. Фактически, вы уже видите его, он уже сформировался в вашем сознании, вы уже имеете его в себе. Обратите внимание, как снаружи материя автомобиля стала частью вашей материи внутри вас. Именно сейчас, изнутри наружу, а не снаружи внутрь, вы можете сказать себе. Я визуализирую ее, я вижу цвет, я вижу интерьер, я вижу себя перед рулем, я чувствую запах новой машины, моей новой машины, и теперь, я понимаю без привязанности и без страха, что эта машина, та, которую я заслуживаю, и я вожу ее, потому что эта машина, моя. Вы можете стать своим собственным хозяином, своим собственным проводником, которому можно доверять, но для этого вы должны обязательно взять бразды правления своей судьбой в свои руки, и смело и твердо направлять себя туда, куда вы намерены попасть. Мое путешествие уже началось, мое настоящее я трансформирую, я намеренно меняю его, чтобы оно стало началом конца пути, потому что я осознаю, что с тем, что я делал до сих пор, позволяя вещам течь бесконтрольно, это приводит к ощущению ловушки, и отсутствия выхода, и что, кроме того, таким образом, ничего не появится, если я не буду напрягаться, ничего не появится, пока я не проявлю свою свободную волю, чтобы обрести контроль, ибо без моего. Вмешательство эти вещи не улучшатся сами по себе, ибо им не хватает надлежащего движения, чтобы двигаться туда, куда я хочу, чтобы они шли, ибо я осознаю, что движение, поток, путь даны и направлены мной. Я веду, я направляю, я строитель своей судьбы, потому что я в гармонии с законом жизни, чтобы иметь возможность изменить свои собственные текущие условия жизни, потому что только я знаю, как это сделать, потому что я также понимаю, что иначе годы пройдут слишком быстро, оставив меня в конечном итоге просто в текущей ситуации, и бездействие, невмешательство, отсутствие контроля, возможно, ухудшит мои условия. Нет никаких пределов или границ для результатов мысли, будь то во благо или во вред. Но как мне быть в гармонии с законом жизни? Как заставить все течь? Первое, что я должен сделать, это познать эти законы, и затем передать внешнюю реальность своему внутреннему «я», чтобы изменить ее по своему вкусу, вылепить ее по-своему, а затем посмотреть, как они возвращаются во внешний мир после того, как они были вылеплены мной. Реальность моего настоящего – это плод и последствия моих прошлых действий, и я знаю, что мне больно признавать это, но когда я смотрю, я обнаруживаю, даже если это болезненно для меня, что это было, это случилось, этого больше нет, и принятие этого приводит меня к признанию со смирением, перед самим собой, без стыда, что я был причиной всех последствий. Точно так же, что касается будущего, я сейчас, в моем настоящем, являюсь причиной моих будущих последствий, с той разницей по отношению к прошлому, что теперь, я знаю это, и потому что я знаю это, я понимаю, что хозяин моего будущего, я, и никто другой, никто и ничто извне не может вмешиваться в меня, как я, потому что я тот, кто я есть, и я также тот, кем я хочу быть, и точно так же, по тому же принципу, тот, кем я хочу быть, также является мной. И я собираюсь продемонстрировать это самому себе с помощью закона в жизни, потому что теперь, я понимаю, что учиться, значит открывать то, что я уже знал. Первый закон. Закон ментализма. Основывается на утверждении, что все есть разум, вселенная, это ментальное творение. Согласно этому закону, все, что мы переживаем, является ментальным творением, которое выражается в физической форме хорошими и плохими событиями, возникающими из нас самих. Но давайте сосредоточимся только на вселенной с точки зрения человека, то есть на вселенной изнутри. Давайте посмотрим. Какой была вселенная человека 40 тысяч лет назад? Когда они рисовали в пещерах, их вселенная была ограничена животными, охотничьими действиями, мы говорим о 20, может быть, 30 километрах пространства, которое они могли охватить, это все в лучшем случае. Возьмем другой пример. Домашнее животное, кролик, который свободно живет в нашем доме, которого мы кормим, даем ласку, балуем и знаем, что на воле, после жизни в защищенной среде, его жизнь была бы в серьезной опасности. Для этого кролика пространство дома, мебель, его укрытие, это вся вселенная, которая существует, за дверью дома нет ничего. То, что относится к пространственной вселенной, к пространству, и просто для понимания, точно так же распространяется на косвенную или пространственную вселенную. Давайте посмотрим, какова моя концепция вселенной, это та, которая меня учили в школе, в новостях, на телескопе Хаббл или в Джеймс Веб, и это все. Это менее 1% от того, что можно увидеть, то есть только то, что видит глаз, это не может быть вселенная, это только то, что видят мои глаза. Если наше знание зависит от чувственного восприятия, идеи, которые мы формируем, происходят из нашего опыта через органы чувств, то чувственное восприятие, то, что исходит. От моих органов чувств, является тем, что я интернализирую, и если я интернализирую вселенную внутри себя, я вполне могу предположить, что вселенная является частью меня, так же, как и я являюсь частью вселенной, поскольку все те компоненты, которые являются частями, и на которые делится целое, являются последующими для него, поэтому вселенная – это я, а я – это я. Это объясняет закон ментализма, согласно которому то, чем мы живем, является ментальным творением, которое выражает себя в физической форме хорошими и плохими фактами, возникающими из нас самих. Продолжим рассмотрение второго закона. Закон соответствия Закон соответствия проявляется через утверждение, как выше, так и ниже, как ниже, так и выше. Согласно этому закону, жизнь проявляется на физическом, ментальном и духовном планах. Поэтому внешний мир – это проекция того, что мы чувствуем внутри. Как выше есть ниже, так ниже есть выше, как снаружи есть внутри, так внутри есть снаружи, и внешний мир – есть внутренний мир, как внутренний мир – есть внешний мир. Содержание имеет форму контейнера, вода не имеет формы, но вода в бутылке имеет форму бутылки, и поскольку ничто не мешает чему-то быть контейнером, и содержанием по-разному, Ведь если вода находится в кувшине, сущность воды не меняется, но форма меняется. Зависимости от контейнера, так же как внешние, обстоятельства, приспособлены к внутреннему состоянию того, кто их содержит, что означает, что они могут быть изменены. Материя в данном случае, я как контейнер, являюсь способом бытия, как бытие, которое делает меня тем, что я есть, а не чем-то другим, и оно не активно, я таков. Но тем не менее, форма активна, таким образом, мой интерьер, это то, что придает форму внешнему, и я могу его формировать, то есть я как континент могу изменить форму континента, потому что континент, это я. И таким образом, изменяя форму, которую получает внешний мир, я могу изменить внешний мир, потому что это изменение предполагает быть другим, как другой во мне, потому что, чтобы сформировать внешний мир, я сначала должен сформировать внутренний мир, где он будет в моей форме. По моему образу и подобию. Поэтому сейчас я понимаю, что внешний мир, это проекция того, что мы чувствуем внутри. Следующий закон. Закон вибрации. Закон вибрации, основан на знаменитой фразе, «Ничто не стоит на месте». Этот закон идет рука об руку с законом притяжения, поскольку оба они основаны на позитивных мыслях или вибрациях общих частот. Таким образом, когда мы вибрируем позитивно, мысли нашего разума в направлении того, чего мы хотим в нашей жизни, мы получим возможности, которые позволят нам двигаться к нашим целям. Давайте посмотрим, что означает этот закон. А что означают эти понятия? Акт означает быть уже реализованным, то есть тем, чем существо уже является в определенный момент времени. Например, семя, это семя в действии и в потенции стать деревом, ребенок, это ребенок в действии, но в потенции стать мужчиной. Потенция означает то, чего в данный момент нет, но что может стать? Другими словами, потенция – это простая возможность чего-то стать чем-то другим или претерпеть изменения, каким бы простым оно ни было. Сила связана с природой существ, например, собака не обладает силой летать, человек не обладает силой бежать со скоростью более 200 км в час. Природа человека ограничивает его возможности. Итак, сейчас я нахожусь в потенции быть тем, кем хочу быть, конечно, в пределах моей сущности как человеческого существа. Я могу хотеть быть курицей, но у меня нет сущности курицы, поэтому моя сущность такова, какова она есть, и я не могу ее изменить. Но что касается моей сущности как человеческого существа, я нахожусь в потенции быть тем, кем хочу быть. Это означает, что я сейчас нахожусь в акте того, чем я являюсь сейчас. Но я нахожусь в потенциале бесконечного ряда возможных возможностей быть или быть таким, каким я хочу быть или быть. И когда я говорю возможные возможности, это означает, что нечто по факту своего существования является возможным. Таким образом, переход от потенции к действию указывает на движение, поэтому, если закон вибрации основан на знаменитой фразе, «Ничто не неподвижно, потому что все находятся в постоянном движении во Вселенной», то я не могу оставаться неподвижным, соглашаясь быть и иметь в действии то, что я есть сейчас и имею сейчас, зная, что в потенции я богат, счастлив и успешен из-за отсутствия необходимого движения для перехода от потенции к действию. Следующий закон. Закон полярности. Закон полярности объясняет, что все имеют свою пару противоположностей, все дуально, все имеют два полюса, подобное и неподобное, одно и то же, противоположности идентичны, но различны по степени, крайности соприкасаются. Примером для понимания этого закона является то, что никто не может познать радость и счастье, если не знает, что такое печаль и несчастье. Свет невозможно ощутить как свет, если вы не знаете, что такое тьма. Чтобы чувствовать себя успешным, вы должны иметь представление о том, что такое неудача. Таким образом, опыт одного подразумевает знание другого. В этом смысле я могу сказать, что есть добро, и что есть зло как его противоположность, с этой точки зрения дуализм был бы простой вещью, однако, что если я предположу, что зло, это не более чем отсутствие добра. Я не отрицаю зло, я просто открываю возможности понять, что обстоятельства бедности, печали или несчастья, которые я переживаю сегодня, являются результатом отсутствия добра. То, что ваш аппетит отклоняется в сторону зла, происходит из-за некоторой испорченности или нарушения одного из человеческих принципов. Поэтому я, по природе своей стремящейся к бесконечности, буду стремиться к полноте, а полнота, в наибольшем количестве добра, а не в его отсутствии, ибо мой разум говорит мне, что я жажду добра и сторонюсь зла. В самом деле, если я – вселенная, потому что я – ее часть, а вселенная по своей природе добра, потому что все, что существует во вселенной, есть плод высшего добра, который дает ей существование, как нечто доброе самим фактом своего бытия. И именно эта причина заставляет меня понять, что дуальность состоит в выборе наилучшего. Благо для себя и для других через мои действия, как в действии, так и в потенциале, чтобы быть в возможности наполнить себя полнотой, а не отсутствием, чтобы даже в ходе движения трансформации моего существа к существу, которым я хочу стать, мне не мешала противоположная крайность. Следующий закон. Закон ритма. Закон ритма. Согласно этому закону, все бурлит и течет. Есть вещи, которые приливают и отливают, потому что, когда мы применяем вышеупомянутые законы, все приходят в нужное время. Все бурлит и течет, все наступает и отступает, все поднимается и опускается, все движется, как маятник, мера его движения вправо такая же, как мера его движения влево. Ритм – это его компенсация. Так и с движением галактик, планет, времен года, приливов и отливов, биением сердца, дыханием, мыслями, сознанием. Нет ничего прочного, все постоянно меняется, и тем не менее, все рано или поздно возвращается на свое место. В своем собственном темпе. Мое естественное состояние – это состояние счастья, мое естественное состояние – это состояние изобилия, потому что Вселенная переполнена изобилием. Если я смогу адаптироваться к изменениям и найти свой собственный ритм, гармоничный с ритмом всего, что меня окружает, тогда я буду подобен воде, которая течет и приспосабливается к ландшафту, по которому течет, не теряя своего характера и силы. Я не могу противостоять закону ритма, и не могу изменить циклы, но я могу научиться течь вместе с ним, понимая в этом гармоничном потоке моего существа с окружающей меня природой, что для всего есть свое время, и что все приходит в нужный момент, и что мой момент всегда был и будет сейчас, потому что то, что должно прийти, всегда будет иметь начало, от меня зависит только то, что это начало сейчас. Следующий закон Закон причины и следствия Закон причины и следствия – один из самых известных законов в рамках этих принципов, поскольку, как гласит его предпосылка, каждая причина имеет свое следствие, каждое следствие имеет свою причину. Без дополнительных объяснений, этот закон подчеркивает, что все, что мы делаем, имеет последствия. Я уже знаю последствия моей нынешней ситуации, потому что я их переживаю, потому что я их воспринимаю, потому что я их вижу. Что касается причин, я также понимаю, что они Разнообразны, сложны и взаимосвязаны, и я понимаю, что для того, чтобы понять их снова, я должен начать сознание объекта, а затем подойти к нему и понять его таким образом, чтобы объект стал частью меня, субъекта. Следовательно, какие причины вызвали причины моих последствий? Или, говоря иначе, что является первопричиной, которая вызвала все? И я задаю себе этот вопрос, потому что чувствую, что ответ на него даст мне много подсказок в моем намерении стать тем человеком, которым я хочу быть. Существует только четыре типа причин, а все остальные являются либо этими, либо производными от них. Как для Аристотеля, так и для Сфомы Аквинского, метафизика, назовем метафизику мудростью, есть наука о бытии как бытии, и как таковая, наука о первых причинах и принципах бытия. Аристотель утверждал, что существует четыре причины – формальная, материальная, действенная и конечная. Давайте посмотрим. Моя материальная причина, как человека, – это физическая материя, из которой я состою, моя материя. Моя действенная причина пребывает в том, кто сделал бытие или движение возможным. Я, как человек, не существовал бы без моих родителей. Моя конечная причина, которая является целью я бытия или бытия я, и полностью определяет бытие моего существа. Но давайте сосредоточимся только на последней причине, которая кажется наиболее интересной. Аристотель говорил, что причинно-следственные цепи не могут быть бесконечными, то есть мы не можем до бесконечности повторять, что причиной этого является то, а причиной этого. Другое – это не имеет смысла, поэтому должна существовать первая причина всех других причин. Хорошо, мы принимаем, что должна быть первая причина, чтобы избежать бесконечного повторения, и если мы спросим себя, кто создал эту первую причину, то поймем, что первая причина есть и есть. Во-первых, потому что она не является причиной своего бытия бытия, а во-вторых, что первая причина не может быть создана, потому что как первая причина она должна быть и быть в чистом акте, потому что если бы она была в потенции или имела потенцию, она не могла бы быть чистым актом, поскольку она находится в потенции, а не в акте, то есть первая причина относится к тому, что не может быть само по себе вызвана другим, поскольку она есть все, что есть, и в своем бытии она совершенна, поскольку она является причиной всех причин. Это, по словам Аристотеля, неподвижный движитель. Неподвижный двигатель, который является причиной всего, не может быть ни действенной, ни материальной, ни даже. Формальной причиной, потому что все они содержатся в существующих вещах. И неподвижна она не потому, что не способна к действию, а потому, что не имеет силы получить какое-либо изменение в своем бытии. Поэтому первый неподвижный двигатель может быть определен, как сказал Паскаль, бог мудрых и философов, я предпочитаю говорить мудрости, этот бог, на самом деле, является лишь метафизической философской концепцией, разработанной Аристотелем для объяснения космоса. Таким образом, подобно тому, как я являюсь конечной причиной первой причины, я, в свою очередь, являюсь первой причиной своих действий, и, следовательно, последствий моих действий с точки зрения моей нынешней ситуации, и точно так же я являюсь первой причиной последствий, которые произойдут со мной в будущем из-за моих действий. Это означает, что как только я беру под контроль свое настоящее, как только я контролирую свое настоящее, я также контролирую свое будущее, будущее, в котором уже заложен тот тип человека, которым я хочу быть. Следующий закон. Закон поколения. Закон порождения относится к тому, что порождение существует везде, порождение проявляется на всех плоскостях. Все во Вселенной создано, и Вселенная постоянно творит, и как ребенок рождается от союза мужчины и женщины, так и мы порождаем нашу жизнь. Если в своей повседневной жизни я постоянно порождаю зло, раздор, критику, зависть и так далее, то я постоянно порождаю негативные причины, и поэтому я приду к убеждению, что все идет не так, как я хочу, если же, наоборот, мной управляет добро и благость, то все пойдет по-другому. Для того чтобы получать, важно не забывать, что то, что вы получаете, всегда равно размеру того, что вы отдаете. Поэтому, если мы усвоим, что во Вселенной есть два полюса, которые необходимы, поскольку принцип порождения говорит нам, что когда эти два полюса соединяются, они создают что-то новое, и поскольку принцип порождения сосредоточен только на творческом процессе, давайте всегда искать хорошую и хорошую сторону всего плохого, что с нами происходит. И именно в этот момент, сделав паузу, я понимаю, что если само знание этих законов изменило меня, ведь я также понимаю, что я уже не тот, кто начал слушать эту историю, то каков будет потенциал в моей жизни, если я применю закон жизни? Закон жизни дает мне независимость, чтобы я мог строить свою жизнь по-своему, закон дает мне силу достичь процветания и положения, не ущемляя чужих прав и возможностей, не нужно наступать на головы, чтобы подняться на вершину. Закон жизни дает мне силу преодолевать собственные слабости и недостатки. Закон жизни наделяет меня даром оригинальности, ибо как я уникален и неповторим, так и вещи, которые я делаю, обладают способностью открывать новые и лучшие пути, отличающиеся от всех остальных. Закон жизни дает мне власть над прошлым, и будущим, и делает меня хозяином моего настоящего. Истина освобождает меня. Для более мотивационных видео, глубоких размышлений и философии посетите мой канал, где вы также найдете широкий спектр видео по истории, искусству и мифологии.